Петербург Достоевского в общей сложности Фёдор Михайлович прожил в городе Белых ночей 28 лет. В этом же городе он и отошёл ко Господу 137 лет назад. В День памяти гения русской словесности в Духовном доме писателя в соборе Владимирской иконы Божьей Матери была совершена панихида. Владимирский проспект, Загородный, Свечной переулок. По этим петербургским улочкам когда-то часто ходил Фёдор Михайлович Достоевский. Последние годы своей жизни он жил недалеко, на Кузнечном переулке. И также часто гулял в сквере храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери, прихожанином которого был. Сидел в уединении, размышляя о своём. Это из мемуаров его современников. Есть воспоминания о том, как он задумался, сидел, подошёл какой-то малыш и, играя в песочек, сделал куличик на полу его пальто. И Достоевский какое-то время тихо сидел, чтобы не мешать этому мальчику. То есть, вот это вот окрестности, вот этой церкви, вокруг этой церкви, очень много нитей, которые связываются с творчеством Достоевского. И, конечно, наш музей, где была последняя квартира Достоевского, где он жил и умер, и где написал братьев Карамазовых. Братья Карамазовы, бедные люди, подросток, литературное творчество Достоевского и Санкт-Петербург связаны с собой одним дыханием, одним порывом. Несмотря на то, что Фёдор Михайлович – москвич по рождению и много где был и в Европе, и в Сибири по неволе, его романы глубоко пронизаны Петербургом. Город помнит его. Жители и почитатели таланта великого гения из года в год собираются во Владимирском соборе, чтобы почтить память русского классика. Возглавил богослужение клерик храма священник Александр Прокофьев. Фёдор Михайлович Достоевский – это наш литературный нравственный выбор. Это наша совесть в литературе, это наш литературный пророк, потому что он с определенной точностью предсказал, сумел предвидеть те благоприятные изменения нашего народа, то нравственное и духовное возрождение нашего Отечества, нашего народа, нашего общества, которое мы сегодня видим. В этот же день сотрудники музея квартиры Достоевского подготовили особую программу в честь вечера памяти писателя. Она включала лекцию о творчестве Фёдора Михайловича, а также презентацию книги дочери Достоевского и показ фильма «Скверный анекдот» по рассказу выдающегося автора.